Всем привет! В поисках док-станции для своего компьютера, чтобы делать резервные копии и делать различные бэкапы на него, я нашел неплохой вариант, о котором сегодня в видео и расскажу. Мне нужна была док-станция с возможностью создания RAID массивов, без использования дополнительного оборудования. Почитав отзывы, посмотрев различные комментарии и тесты данной док-станции, я решил, что буду ее заказывать. Особенно мне понравились комментарии, то что данная фирма идет навстречу своим покупателям и меняет им оборудование, если с ним что-то вдруг случилось. После изучения всей информации, я решил ее заказать. Доставка до России, компания SDEC мне ее доставила в течение месяца. Коробка оказалась немного помятой, но на внутреннее содержимое это никак не отразилось. Давайте ее сегодня распакуем, посмотрим в каких режимах она может работать и какие скорости она нам с вами будет выдавать. В комплекте идет сама док-станция, мы ее распакуем немного позднее. Самое важное, конечно, в любой комплектации, это инструкция, по которой мы с вами можем ознакомиться с характеристиками, с комплектацией, в каких режимах данная док-станция может работать, весе и других характеристиках. Самым важным мы с вами ознакомились, поэтому давайте продолжать. Продолжать распаковку. Продолжим мы с небольшой коробочки, в которой находится блок питания, у которого отчелкивается вилка. Довольно интересное решение, для многих различных стран это будет актуально, когда эту вилку можно довольно просто поменять. Также в комплекте идет отвертка и винты для крепления SSD и жестких дисков. Давайте продолжать. USB кабель, Type-C и такой вот переходничок, который мы можем разъединять и использовать Type-C или Type-A подключения. Давайте переходить к самому важному. Это сама док-станция. Выполнена она из алюминия, внутренняя часть из пластика. В ней есть небольшой вентилятор, кнопка включения, разъем для подключения блока питания и разъем Type-C для подключения кабеля для передачи данных. На корпусе есть два световых индикатора, который показывает состояние работы жестких дисков. На внутреннем шасси мы можем увидеть переключатели режимов работы жестких дисков, то есть мы можем выбирать в каком режиме они будут работать. Основных режимов, которые поддерживает данный кейс, это четыре. RAID 0, RAID 1, GBOD и SPAN. Переводим переключатели в то или иное положение, чтобы заставить работать диск в нужном нам режиме. Как я уже говорил ранее, внутренняя часть этой док-станции выполнена из пластика. Конечно было бы замечательно, если бы она была выполнена из алюминия, которая помогала бы отводить тепло, но проводя тесты жесткими дисками SSD, я не раз не увидел, чтобы температура вышла из нормальной зоны. Раньше для копирования данных я использовал небольшой кейс от Ugreen для копирования данных, каких-то резервных копий и сохранения важной информации. Там у меня стоял SSD диск, такое себе решение, да я знаю, но для этого и была приобретена данная док-станция. Сюда можно подключать как жесткие диски, так и SSD. Подключается довольно просто. Подключение незамысловатое, тяп-ляп и готово. Защелкнули. С обратной стороны мы можем его закрутить на два винта. В данную док-станцию мы можем установить SSD диски и жесткие диски 2,5 дюйма и жесткие диски обычной толщины 3,5 дюйма. Каждый из установленных жестких дисков может быть объемом до 24 терабайт, то есть в сумме мы можем получить 48 терабайт данных в определенных режимах работы. Ссылку на данный товар я оставлю в описании. После сборки у нас получилась вот такая док-станция. Давайте еще немного уделим времени световым индикаторам. Их здесь два на основном корпусе. По ним мы можем определить статусы работы жестких дисков. Логика довольно простая, есть и горят синие индикаторы, все нормально. Если загорелся красный светодиод, значит жесткий диск не подключен, подключен неправильно или жестким диском произошла какая-то проблема. Давайте также уделим немного времени внутренней схемотехнике. Основной чип прикрыт радиатором и термопрокладкой для отведения тепла. Сердце данной системы это чип GMS561. Настройка довольно простая. Подключили жесткий диск к своему компьютеру, у нас появилось окно инициализации. Я использую систему macOS, поэтому буду показывать на ее примере. Перешли в дисковую утилету и нажали стереть. Задали имя формата и схему и отформатировали. Нажали готово. Данный диск готов к работе. Для примера и теста буду переносить папку весом 50 гигабайт с SSD диска на мою mac mini M1 на данную док-станцию. Сейчас она отформатирована и работает в режиме RAID 1. Давайте посмотрим сколько времени ей понадобится, чтобы перенести архив из мелких файлов весом 50 гигабайт. Используя drive.dx мы можем ознакомиться с состоянием жестких дисков, то есть тресторонней программы мы можем также контролировать состояние данной док-станции. Перенос файлов составил около 5 минут, то есть 10 гигабайт в одну минуту. Скорость довольно неплохая. Далее запущу программу Blackmagic Speedtest и посмотрим на скорость работы жесткого диска. Для понимания здесь установлено на данный момент два жестких диска Western Digital Blue по одному терабайту. Давайте я открою сайт DNS и на нем посмотрим какие характеристики жесткий диск должен выдавать, а вы сравните их с таблицей. Теперь установим два SSD диска в данную систему и переключим их в работу режима RAID 0. Также данная папка весом 50 гигабайт. На данном примере мы можем заметить, что скорость записи увеличилась в несколько раз. И данная папка весом 50 гигабайт скопируется примерно за 2-3 минуты. Давайте дождемся ее окончания и сделаем уже некоторые выводы. Как мы видим, данная папка скопировалась за 2 минуты. Также проверим скорость. Blackmagic Speedtest. SSD диски работают в режиме RAID 0. Давайте подводить небольшие итоги. Неплохой внешний вид. Я его оставил на рабочем столе рядом с Mac Mini и он мне нравится. Неплохая цена и неплохие скорости. Плюс 4 режима работы. Ну и как мы знаем, размер имеет значение. 48 терабайт данных это довольно неплохо. Всем огромное спасибо за уделенное время, за поставленные лайки и оставленные комментарии. Я постараюсь обязательно всем ответить. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok